Приветствую вас и, отвечая на вопрос о том, какова природа тех чувств, что вы испытываете, можно сказать так. Поскольку человек представляется в определенном образе, поскольку человек выполняет определенную деятельность, причем деятельность профессиональную, и преследует в своей деятельности определенную цель, не проявляя при этом практически ничего личного, ничего своего, а лишь стараясь действовать в сфере профессиональной, то вы привлеклись, вы увлеклись тем, что ваши интересы, ваши чувства, ваши эмоции они были услышаны, они были поняты. Так случилось, что вы почувствовали себя наиболее узнанной, вас узнали, вас прочувствовали. Одна из задач психолога, это прочувствовать своего клиента, то есть понять его эмоции, понять его страхи, понять его чувства, переживания, чтобы иметь возможность ему помочь. И вот это ощущение, ощущение, что вас поняли, оно, видимо, у вас очень сильно было. Что на это повлияло? Сказать так сложно, потому что, может быть, ваше эмоциональное состояние, может быть проблема, которая у вас есть, или несколько проблем, может быть отсутствие такого понимания. То есть на протяжении всей жизни своей, вы не ощущали вот того, что вас стремятся понять. А здесь, именно это люди делают. Они пытаются вас понять. И в данном случае, по отношению к человеку, вы ощутили наибольшую степень понимания. И безусловно, это то, что вам сейчас нужно. Вам нужно понимание, вам нужно тепло, вам нужна забота, вам нужна направленность на ваш интерес. И потому, говоря о природе чувств, следует отметить, что симпатия, безусловно, сама по себе истинна. То есть абсолютно нормально симпатизировать человеку. Вам будет нравиться, как происходит работа, какой подход, какая методика, манера подачи решений и так далее. У вас это может вызывать симпатию. И это нормально. Вот недаром говорят, что даже самый хороший специалист, психолог, может просто не подойти кому-то. А вам, видимо, очень даже хорошо подошел тот подход. И именно поэтому вы ощущаете, значит, потребность думать об этом человека. Если говорить о, как вы написали, влюбленности, то здесь нужно сказать так, что это именно влюбленность. То есть на основании вот этой вот симпатии, на основании ваших жизненных обстоятельств, в том числе отсутствия, как я понимаю, мужчины, отсутствия личных отношений, наличие потребностей в этих личных отношениях, у вас в силу вот именно нужды в мужчине возникает эта влюбленность. На основании истинной симпатии. Но дело в том, что человека, по сути, вы не знаете. Вы знаете, как человек работает. Вы знаете, как он, например, старается помочь людям. Но это все. И больше всего вы ничего не знаете. И поэтому вам нравится то, как человек работает. Вы несколько идеализируете личность психотерапевта. И благодаря идеализации, в силу этой идеализации, вы, безусловно, испытываете чувство влюбленности. Если чисто теоретически предположить, что вы пообщаетесь ближе и убедитесь в том, что психотерапевт такой же человек, что у него есть свои недостатки, как у любого человека, свои страхи, как у любого человека, свои переживания, как у любого человека и свои проблемы, то влюбленность, скорее всего, у вас пропадет и щирит. Естественно, думаю, повторю слова своих коллег, если скажу, что у вас имеется перенос. Но я не очень люблю подобные термины, потому что они слишком часто используются в речи, в диалоге с клиентами. Я скажу так, что у вас есть потребность. И могу предположить, что свою потребность в личных отношениях вы реализовать не можете. Вот вы задаете вопрос в общем разделе, что вас что-то беспокоит. Если проблему вы не решили, а если проблема остается, она вас мучает, она вам не дает жить, она не дает вам реализовываться, то, безусловно, вы испытываете избыток энергии. Избыток энергии, в частности, в сфере реализации себя как женщины. И потому малейшая возможность для этого сами воспринимается как сигнал к действию. И здесь сигнал к действию есть влюбленность. Конечно, это все, что было сказано, является следствием интеллектуальной деятельности, следствием разума. И вам, если вы испытываете чувства, это все, что сказано, возможно, кажется далеким, возможно, кажется нереальным, возможно, кажется дистанцированием. То есть вы можете считать, что я склоняю вас к тому, чтобы дистанцироваться от проблем. На самом деле, по моему мнению, в первую очередь, что вам нужно сделать, это решить свою проблему. Ту, которая изначально привела вас на наши ресурсы. А затем, после того, как вы проблему эту решите, вы встанете перед выбором. Вот проблему решили, посмотрели еще раз на человека и оценили свои чувства. Если они по-прежнему есть, то тогда, скорее всего, вам очень, вам нужно будет это как-то закончить. То есть, завершить, вот, значит, можно быть в одностороннем порядке, чувственное, эмоциональное влечение к человеку. Завершить так, чтобы оно не осталось с вами. чтобы оно в дальнейшем не мешало вам жить. Чтобы вы опустили эту ситуацию. Чтобы вы смогли построить отношения с мужчиной. И чтобы вы обрели счастье. И, к сожалению, вашу проблему не может решить человек, о котором вы говорите. Потому что при наличии чувств к нему вы не сможете воспринимать его как специалистом, а будете видеть его через призму своих эмоций. но после того, как ваша проблема, изначально проблема будет решена, вот тогда можно с этим человеком поговорить, чтобы для вас завершить этот этап в жизни, закончить его и начать новый. Потому что это лично ваше переживание должно быть выражено. И пока вы не поговорите с объектом этого переживания, оно не будет завершено в достаточной степени. Но поскольку первичная была проблема, а не данное чувство, сперва надо решать проблему. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. пока. Желаю вам всего доброго.